Здравствуйте, друзья! Что является визитной карточкой каждого парка, находящегося в Турции? Это именно туалеты бесплатные, краны с водой и домик для кошек. Но недавно мы ездили на озеро в горах и заметили один отличительный парк, который отличается от всех других, что я видел до этого. Давайте посмотрим на него вместе. А сейчас мы спустимся вниз и взглянем на все это поближе. Отличительной особенностью этого парка являются его фигуры. Мало того, что это фигуры из разных мультивселенных, помимо Marvel и DC, здесь также встречаются и турецкие сказки, персонажи из турецких сказок. Но помимо всего этого, вы можете увидеть, насколько они огромные. Они примерно в два раза выше, а может и больше, даже в два или больше раза выше обычного среднего человека. Но помимо этого красавца Халка, здесь также есть еще несколько больших и интересных фигур. Давайте пройдем по кругу и посмотрим на них. Субтитры сделал DimaTorzok Как я и говорил ранее, здесь помимо известных всем персонажей, встречаются и также менее известные. Если вы знаете, что это были за персонажи, напишите свой ответ в комментариях. Я обязательно прочту, чтобы расширить свой кругозор. А здесь мы видим застывшего в этой интересной позе медведя из одноименного мультфильма «Маша и медведь». Этого медведя мы видели в парке Докума возле музея игрушек. На этот музей сейчас выйдет подсказка, а также я оставлю на него ссылку в описании. А это некогда популярный персонаж из мультфильма «Элвин и Барандуки» для Элвис. Поправьте меня, если я сказал, что это неправильно. Но эти мультфильмы уже не столь популярны, так как они закончили снимать с вами следующие серии. А это уже более свежие в памяти персонажи из мультфильма «Гадкий я». Это миньоны, которые любители трудиться на грюмо. Музыка «Элвин и Барандуки» А этого персонажа, скорее всего, уже знаю. так как про него снято множество мультфильмов, также снято более десятка фильмов Марвел о Мстителях и Железном Человеке. А это всеми узнаваемый Бэтмен, который стоит на страже Готэма и следит за преступностью во всем городе. Продолжение следует... Об этом персонаже не так много всем известно. Это Гулливер, который был в стране лилипутов. Это поистине огромный персонаж, который был в стране более маленьких людей. И даже посмотрите, как его построили так, что он кажется все таким же большим, огромным великаном Гулливером, а я по сравнению с ним просто лилипут. При среднем росте человека около 180 сантиметров. Посмотрите, как я рядом с ним смотрюсь. Я примерно на уровне его сапога, и кажется здесь совсем маленьким. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Помимо детской зоны, где установлена площадка детская и такие вот здоровые фигурки, также здесь есть отдельная зона, где установлено множество лавочек и можно пожарить барбекю. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А это то, о чем я и вам говорил. Это кошачий отель. Сейчас его постояльцев здесь нет. Они бегают, ведут активный образ жизни и нагуливают аппетит. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. И сейчас на него выйдет подсказка. Надеюсь, вам понравилось это видео. До новых встреч, друзья!